Наш межфакультетский курс входит в перечень курсов, связанных с темой искусственного интеллекта, который все шире вторгается во все сферы нашей жизни и не мог не затронуть области инженерии знаний. В последнее время наиболее бурные события происходят на границе аналогового и цифрового пространства. На стыке этих пространств появляются новые возможности и происходит открытие. Общество также разделено этими пространствами. Именно по этой границе проходит цифровой разрыв между поколениями и различными группами людей. В этих условиях передним краем инженерии знаний также является граница с цифровым пространством. Искусственный интеллект является одним из наиболее мощных инструментов, используемых в области инженерии знаний. Вероятно, часть слушателей уже знакома с этой темой, учитывая то, что она находится в мейнстриме цифровых проектов. Вольтер говорил, для того, чтобы понять друг друга, требуется вначале определить понятие. Вот и мы начнем с ключевой задачи, попытаемся определить понятие интеллекта. Мы обнаружим, что на самом деле точного определения этого понятия нет до сих пор. Приведу наглядный пример, связанный с отцом поэта Андрея Белого, академиком Николаем Васильевичем Бугаевым, который был в свое время деканом физико-математического факультета Императорского Московского университета. В конце XIX века в одной из больших аудиторий Московского университета была объявлена лекция на тему «Есть ли интеллект у животных?». Просветиться собралось несколько десятков заинтригованных слушателей. Председательствовал заслуженный ординарный профессор математики Московского университета Николай Васильевич Бугаев, президент Московского математического общества. Перед началом доклада он обратился к аудитории с вопросом, знает ли кто-нибудь, что такое интеллект. Ответ оказался отрицательным. Тогда Бугаев объявил, что поскольку никто из присутствующих не знает, что такое интеллект, лекция о том, есть ли он у животных состояться, не может. Мечта о создании разумной машины, разумной в той же степени, что и человек, или даже превосходящей его, появилась много столетий назад. Но частью современной науки стала с началом компьютерной эры. Многие слышали и применяют термины «искусственный интеллект», нейронные сети, машинное обучение, глубокое обучение, но не все могут объяснить, как они соотносятся и в чем различаются. Сегодня нет окончательно устоявшегося однозначного определения искусственного интеллекта. Джон Маккарти в 1956 году дал такое определение. Искусственный интеллект – свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Это не связано напрямую с пониманием интеллекта у человека. Согласно Маккарти, исследователи искусственного интеллекта вольны использовать методы, которые не наблюдаются у людей, если это необходимо для решения конкретных проблем. Выясняя свое определение, Джон Маккарти указывает, проблема состоит в том, что пока мы не можем в целом определить, какие вычислительные процедуры мы хотим называть интеллектуальными. Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта и не понимаем и остальные. Поэтому под интеллектом в пределах этой науки понимается только вычислительная составляющая способности достигать цели в мире. В то же время существует и точка зрения, согласно которой интеллект может быть только биологическим феноменом. Даются разнообразные определения искусственного интеллекта, приведем пять из них. Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными. Свойства интеллектуальных систем выполняют функции творческие, которые традиционно считаются прерогативой человека. При этом интеллектуальная система – это техническая или программная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания которой хранятся в памяти такой системы. Структура интеллектуальной системы включает три основных блока – базу знаний, решатель и интеллектуальный интерфейс, позволяющие ввести общение с АВМ без специальных программ для ввода данных. Направление в информатике и информационных технологиях, задачей которого является воссоздание с помощью вычислительных систем и иных искусственных устройств разумных рассуждений и действий. Способность системы правильно интерпретировать внешние данные, извлекать уроки из таких данных и использовать полученные знания для достижения конкретных целей и задач при помощи гибкой адаптации. Одно из частных определений интеллекта, общая для человека и машины, можно сформулировать так – интеллект, способность системы создавать в ходе самообучения программы, в первую очередь теористические, для решения задач определенного класса сложности и решать эти задачи. Большинство людей, занимающихся темой искусственного интеллекта, считают, что официально она выделилась в отдельную дисциплину на семинаре, организованном молодым математиком Джоном Маккарти в 1956 году в Дартмутском колледже, расположенном в американском городе Ганновер. Термин «Искусственный интеллект» был предложен Маккарти, который таким путем хотел выделить эту сферу от связанной с ней кибернетики. Маккарти признал, что название никому не нравилось, поскольку целью было создание настоящего, а не искусственного интеллекта, но для обозначения новой темы и запроса финансирования для нее необходимо было новое название, и таким образом это словосочетание было запущено в жизнь. На Дартмутском семинаре сформировалась большая четверка пионеров сферы искусственного интеллекта – Джон Маккарти, Марвин Минский, Ален Ньюэйл и Герберт Саймон. Все они смотрели с оптимизмом на будущее и построили каждый свой план решения. Срок полного решения задачи полностью разумной машины, каждым из них от 10 лет, мнение Маккарти, до момента смены поколений, мнение Минского. Как мы теперь видим, решение задачи сильно затянулось. Насколько далеки мы от цели сконструировать полностью разумную машину, потребуется ли нам для этого осуществить обратное проектирование сложнейшего человеческого мозга, или же мы найдем короткий путь, где хитрого набора пока неизвестных алгоритмов будет достаточно, чтобы создать полностью разумную в нашем представлении машину. Определяйте понятия, или мы не поймем друг друга. Этот призыв Фольтера остается слабым местом в дискуссии об искусственном интеллекте, поскольку главное понятие «интеллект» все еще не имеет четкого определения. Сфера искусственного интеллекта практически не принимает в расчет многочисленные идеи определения семантики слова «интеллект». Усилие ученых направлено на решение двух задач – научной и практической. В научном направлении изучаются механизмы естественного биологического интеллекта, пытаясь перенести его в компьютеры. В практическом направлении ученые создают компьютерные программы, которые справляются с задачами не хуже или лучше людей, не заботясь о том, думают ли эти программы таким же образом, как люди. Работа по созданию искусственного интеллекта первоначально разделилась на два направления – символьное и нейрокибернетическое, которое можно также определить как нейронный подход. Определим различия в этих направлениях. Рассмотрим символьный подход к созданию искусственного интеллекта, который доминировал в этой сфере три десятилетия с середины 50-х до конца 80-х годов прошлого века. Сторонники символьного подхода к созданию искусственного интеллекта утверждали, что невозможно наделить компьютер разумом, не написав программ, копирующих решения человеческого мозга. Программа символьного искусственного интеллекта знает слова или фразы, символы, как правило, понятные человеку, а также правила комбинирования и обработки этих символов для выполнения поставленной перед ней задачи. В 1959 году была создана программа, имеющая звучное название «Универсальный решатель задач», который мог решать задачи, подобные задачи переправы через реку миссионеров и людоедов, или в русском варианте аналогичная задача о переправе через реку волка, козы и капусты. Три миссионера и три людоеда должны пересечь реку на лодке, способной выдержать не более двух человек, при этом на одном берегу не может оставаться больше людоедов, чем миссионеров, иначе миссионеров съедят. Лодка также не может пересечь реку без людей на борту. Как всем шестерым переправиться на другой берег без потерь? Создатели решателя задач, уже упоминающиеся Саймон и Ньюэл, записали, как несколько студентов размышляют вслух, решая эту и другие логические задачи. Затем сконструировали программу таким образом, чтобы она копировала ход рассуждений студентов, которые ученые признали их мыслительным процессом. Не буду подробно описывать механизм работы решателя, но его символьную природу можно видеть частью формулировок программных инструкций, приведенных на текущем слайде. В переводе на обычный язык эта инструкция показывает, что изначально левый берег реки содержит трех миссионеров, трех ледоедов и одну лодку, в то время как правый не содержит ничего. Желаемое состояние определяет цель программы – переправить всех на правый берег реки. На каждом шаге программы решатель пытается изменить текущее состояние процесса, чтобы сделать его более похожим на желаемое. У программы есть подпрограммы, которые могут преобразовывать текущее состояние в новое и правила, кодирующие ограничения задачи. Поскольку символы, обозначающие знакомые людям понятия – миссионеры, людоеды, лодка, левый берег – для компьютера непонятны, то можно заменить параметр миссионеры на любой набор знаков, и программа будет решать точно так же. Поэтому решатель был назван универсальным. Защитники символного подхода к искусственному интеллекту утверждали, что суть наделения компьютера разумом заключается написанием программы, копирующей последовательность размышлений, происходящих в человеческом мозге при решении заданной задачи. Они полагали, что для создания общего интеллекта необходима лишь верная программа обработки символов. Да, эта программа работала бы гораздо сложнее, чем программа универсального решателя, но все равно состояла бы из символов, комбинаций символов, правил и операций с символами. Самым заметным воплощением символьного искусственного интеллекта стали экспертные системы для постановки медицинских диагнозов и принятия юридических решений. Если вдохновением для символьного направления послужила математическая логика и описание людьми своих сознательных мыслительных процессов, то субсимвольный подход вдохновлялся нейробиологией и стремился ухватить бессознательные мыслительные процессы, лежащие в основе процессов быстрого восприятия, например, распознавание лиц или распознавание слов. Программы субсимвольного искусственного интеллекта не содержат понятного людям языка в отличие от символьного. Одной из первых субсимвольных программ, созданных по модели мозга, стал перцептрон, изобретенный в конце 50-х годов прошлого века психологом Фрэнком Розенблаттом. На базе этой программы Розенблаттом был создан первый нейрокомпьютер Mark I, который можно считать прадедушкой, самого удачного инструмента современного искусства и искусственного интеллекта, глубоких нейронных сетей. Обработка информации нейронами была смоделирована в компьютерной программе перцептроне, которая преобразует множество численных входных сигналов в один выходной. Аналогия между нейроном мозга и перцептроном показана на текущем слайде. В левой части диаграммы вы видите нейрон с ветвистыми дентритами, волокнами, которые проводят входящие импульсы в клетку, тело клетки и аксон или выводной канал. В правой части изображен простой перцептрон, который, подобно нейрону, суммирует все входящие сигналы. В случаях, когда итоговая сумма достигает порогового значения, перцептрон выдает значение 1, передает сигнал. В противном случае он выдает значение 0, не передает сигнал. Чтобы смоделировать различную силу связи нейрона, Розенблатт предложил присваивать каждому входному сигналу перцептрона численный вес и умножать входной сигнал на его вес, прежде чем прибавлять к сумме. Мы все время от времени в жизни принимаем решение, подобно перцептрону. Например, вы узнаете мнение нескольких друзей о конкретном фильме, но вкусом одних друзей доверяете больше, чем вкусом других. Если сумма положительных отзывов при большем весе мнений тех друзей, которым вы доверяете больше, достаточно высока, то есть превышает некоторый неосознанный порог, вы принимаете решение фильм посмотреть. Розенблатт предположил, что сети перцептронов, подобно сетям нейронов в мозге, могут выполнять визуальные задачи, например, справляться с распознаванием объектов и лиц. Чтобы понять, как это может работать, давайте изучим, как с помощью перцептрона решить конкретную визуальную задачу, распознать рукописную цифру, вроде изображенных в нижней половине текущего слайда. Давайте сделаем перцептрон детектором восьмерок. В таком случае он должен выдавать единицу, если входным сигналом служит изображение цифры 8 и 0, если на входном изображении будет любая другая цифра. Чтобы создать такой детектор, нам нужно понять, как превратить изображение в набор цифровых входных сигналов и определить численные значения весов и порог перцептрона для формирования верного выходного сигнала – единица для восьмерок и ноль для других цифр. В левой части текущего слайда показана увеличенная рукописная восьмерка. Каждый квадрат координатной сетки – это пиксель с численным значением насыщенности. Насыщенность белых квадратов равняется нулю, насыщенность черных – единица, а насыщенность серых имеет промежуточное значение. Допустим, все изображения, которые мы даем перцептрону, приведены к единому размеру – 18 на 18 пикселей. В правой стороне текущего слайда показан перцептрон для распознавания восьмерок. У этого перцептрона – 324, то есть 18 на 18, входных каналов, каждый из которых соответствует одному пикселю из сетки 18 на 18. При получении изображения, подобного показанного на левой части слайда, каждый входной сигнал настраивается на насыщенность соответствующего пикселя. Каждому входному сигналу также присваивается свой вес. В отличие от символьной системы, система, построенная на перцептронах, не имеет очевидных правил для выполнения задачи, а все его знания закодированы в числах, определяющих веса входных сигналов и пороговое значение. Перцептрон должен сам узнавать эти значения, обучаясь на примерах, получая условное вознаграждение при выдаче правильного результата и условное наказание при ошибочном. Такая форма обучения в теории искусственного интеллекта называется обучение с учителем. В ходе обучения система получает пример и генерирует выходной сигнал, а затем получает сигнал от учителя, который показывает, насколько выходной сигнал системы отличается от верного. Система использует этот сигнал, чтобы скорректировать веса и пороговое значение. Обучение с учителем требует большого набора положительных примерок, восьмерок, написанных разными людьми, и отрицательных примеров коллекции других рукописных цифр. Каждый пример размечается человеком, присваивающим ему определенную метку. Это восьмерка и не восьмерка. Метка применяется в качестве контрольного сигнала. Главным вкладом Фрэнка Розенблата в искусственный интеллект стало создание алгоритма обучения перцептрона, с помощью которого перцептрон можно научить на примерах определять веса и пороговое значение для получения верных ответов. Поскольку знания перцептрона состоят из определенных в ходе обучения весов и порогового значения, сложно выявить правила, которые обученный перцептрон использует при выполнении задачи распознавания. Ситуация существенно усложняется в современных нейронных сетях, состоящих из миллионов нейронов. Перцептрон состоит из трех типов элементов, а именно, поступающие от датчиков сигналы передаются ассоциативным элементам, а затем реагирующим элементам. Таким образом, перцептроны позволяют создать набор ассоциаций между входными стимулами и необходимой реакцией на выходе. В биологическом плане это соответствует преобразованию, например, зрительной информации, физиологический ответ от двигательных нейронов. Согласно современной терминологии, перцептроны могут быть классифицированы как искусственные нейронные сети, с одним скрытым слоем, с пороговой передаточной функцией, с прямым распространением сигнала. В настоящее время стремительно развивается биокомпьютинг, который в своей теоретической основе вычислений базируется на нейронных сетях, а перцептроны воспроизводят на основе бактерию родопсин, содержащих пленок. На YouTube загружено более миллиарда видеофайлов, и многие из них посвящены бошкам. В 2012 году специалисты из Google сконструировали многослойную нейронную сеть, состоящую из миллиарда искусственных нейронов, задачей которой являлся просмотр случайных видеофайлов на YouTube и корректировка веса таким образом, чтобы с наименьшими потерями сжимать, а затем распаковывать избранные кадры. Исследователи Google не ставили системе задачу приобретать знания о конкретных объектах. Но что же они обнаружили через неделю тренировки, заглянув в структуру сети? Там нашелся нервы, который, судя по всему, отвечал за кодирование кошек. Эта машина-самоучка по распознаванию кошек стала одним из целой серии впечатляющих прорывов в области искусственного интеллекта за последние десятилетия. В основе большей их части лежит набор алгоритмов нейронных сетей, называемый глубоким обучением. До недавнего времени представление общества об искусственном интеллекте в основном формировалось многочисленными зарубежными и отечественными фильмами и телесериалами, где искусственный интеллект был настоящей звездой. Например, «Терминатор», «Лучше, чем люди», проект Анны Сергеевны. В реальном мире до определенного момента мы не замечали искусственный интеллект ни в прессе, ни в повседневной жизни. Возможно, поэтому многие удивились и расстроились, когда в 1997 году шахматная программа «Ди Блю», разработанная компанией IBM, победила чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Потрясенный Каспаров даже обвинил IBM в жульничестве, полагая, что машина не может так хорошо играть шахматы, не получая помощи от экспертов. Можно отметить, что уже через десятилетия на чемпионате мира по шахматам в 2006 году ситуация кардинально изменилась, когда один из участников обвинил другого в жульничестве, решив, что тот получает подсказки от компьютерной шахматной программы. Коллективный человеческий страх перед «Ди Блю» быстро рассеялся. Общество смирилось с тем, что шахматы поддались машине, использующей метод полного перебора, и даже допустили, что умение хорошо играть в шахматы вовсе не требует общей интеллектуальной одаренности. Когда компьютеры превосходят людей в каком-либо деле, общество обычно реагирует именно так, приходит к выводу, что для успешного выполнения этой задачи большого ума не надо. Джон Маккарти сокрушался потому, что, когда все работает исправно, никто уже не называет это искусственным интеллектом. Таким образом проявляется защитная реакция общества. С середины 2000-х годов мы стали узнавать о все новых достижениях искусственного интеллекта. Google запустила сервис автоматического перевода с языка на язык – Google Переводчик. Вскоре после этого на дороге Соединенных Штатов выехали беспилотные автомобили Google. В наших смартфонах и домах появились такие виртуальные помощники, как Siri от Apple, Alisa от Яндекса и целое семейство виртуальных ассистентов Сбербанка под названием «Салют», в который входят три ассистента с разными голосами и характерами – «Джой», «Афина» и «Сбер». Каждая из этих программ научилась обрабатывать многие голосовые запросы. YouTube стал предоставлять поразительно точные автоматизированные субтитры к видеофайлам, а Skype предложил синхронный перевод с одного языка на другой во время видеозвонков. Facebook вдруг стал с пугающей точностью узнавать нас на загружаемых фотографиях, а фотохостинг Flickr начал автоматически генерировать текстовое описание фотоснега. В 2011 году программа IBM Watson уверенно выиграла у рекордсменов телеигры Жоу Парди, умело интерпретируя подсказки и забилующие игрой слов. Наблюдая за этим, ее противник Кэн Дженнингс счел нужным поприветствовать наших новых компьютерных владык. В 2016 году программа AlphaGo в четырех партиях из пяти одержала блестящую победу над одним из лучших игроков игру Гоу, считавшейся издавна неприступной для искусственного интеллекта. Хотя система глубокого обучения была успешна, но все системы искусственного интеллекта, которые мы перечислили, относятся к сфере так называемого ограниченного или слабого искусственного интеллекта, поскольку обозначают системы, каждая из которых может выполнять лишь одну специфическую задачу. Возможно, AlphaGo лучше всех в мире играет в Гоу, но больше она ничего не умеет. Она не умеет играть ни в шахлот и ни в шашки. Google-переводчик может перевести лицензию на фильм с русского языка на японский, но не сумеет сам посмотреть этот фильм и написать о нем отзыв. Термины «ограниченный» и «слабый» используются в противовес сильному, полноценному или искусственному интеллекту человеческого уровня, то есть искусственному интеллекту из кинофильмов, который умеет почти все, что умеют люди, или даже гораздо больше. Но на настоящий момент не создана ни одна программа искусственного интеллекта, которую можно было бы назвать разумной в общем смысле. Множество ограниченных интеллектов никогда не составит в сумме общий интеллект, в котором важно не количество навыков, а интеграция этих навыков. Неудивительно, что в среде исследователей искусственного интеллекта существует значительное разногласие по вопросу о том, что означает искусственный интеллект человеческого уровня. Как понять, удалось ли нам сконструировать думающую машину? В 1950 году Алан Тьюринг опубликовал статью «Вычислительные машины и разум», в которой предложил разрубить Гордия Фузелл определение моделированного и настоящего разума. Заявив, что исходный вопрос, может ли машина мыслить, лишен смысла, а потому не заслуживает обсуждения, Тьюринг предложил практический метод, чтобы наделить его смыслом. В этой метационной игре, называемой теперь тестом Тьюринга, участвуют двое – компьютер и человек. Человек-арбитр задает вопросы каждому из них по отдельности и по ответам пытается определить, кто есть кто. Все общение происходит при помощи печатного текста. Арбитр фактически не взаимодействует с участниками игры и не может опираться на визуальные и слуховые подсказки. Тьюринг переформулировал вопрос «Могут ли машины мыслить?» вопрос «Может ли существовать такой компьютер, который может выиграть в эмитационной игре?» На текущем слайде представлена стандартная интерпретация теста Тьюринга и сам Алан Тьюринг. Тьюринг не уточнил критерии выбора участника человека и арбитра, а также не определил, как долго должно продолжаться тестирование и на какие темы позволено говорить участникам. При этом он сделал прогноз, что лет через 50 появится возможность программировать компьютеры таким образом, что они начнут справляться с эмитационной игрой настолько успешно, что вероятность верной идентификации после пяти минут расспросов для среднего арбитра не будет превышать 70%. Другими словами, за пять минут игры среднего арбитра смогут обманывать 30% случаев. Прогноз Тьюринга оказался довольно точным. За прошедшие годы проводилось несколько тестов Тьюринга, в которых роль компьютера выполняли чат-боты, программы, созданные специально для поддержания разговора. Больше они ничего не умеют. В 2014 году в Лондонском Королевском обществе состоялся тест Тьюринга с участием пяти компьютерных программ, 30 участников людей и 30 арбитров разных возрастов и профессий, включая специалистов и неспециалистов по компьютерным технологиям, а также носителей английского языка и людей, для которых он не был родным. Чат-бот Женя Густман, созданный группой российских и украинских программистов, выиграл соревнования, обманув 10 или 33,3% судей. Организаторы соревнования, следуя критерию Тьюринга об обмане более 30% арбитров за пять минут, наводнили прессу сообщениями о том, что тест Тьюринга наконец-то оказался пройден. Чат-бот Женя Густман работает аналогично большинству других чат-ботов. Он хранит большой набор шаблонов фраз, которые заполняет на основе запрограммированных правил, применяющихся к входному тексту, реплике собеседника. Создатели чат-бота разработали для него лингвистические правила, которые позволяют ему выделять ключевую информацию из входного сигнала и сохранять ее для последующего использования. Кроме того, чат-бот хранит базу данных здравого смысла, созданную людьми, а также некоторые логические правила, которые, вероятно, позволяют ему отвечать на такие вопросы, как «какого цвета небо во Владивостоке?» Вполне по-человечески, например. Синее, наверное, если нет облаков. Китайская комната. Мысленный эксперимент в области философии сознания и философии искусственного интеллекта. Впервые опубликованный Джоном Сёрлом в 1980 году. Цель эксперимента состоит в опровержении утверждения, что цифровая машина, наделенная искусственным интеллектом, путем ее программирования определенным образом, способна обладать сознанием в том же смысле, в котором им обладает человек. Иными словами, целью является опровержение гипотезы так называемого «сильного искусственного интеллекта» и критика Теста Тьюринга. Этот философский аргумент до сих пор является одним из самых обсуждаемых в области когнитивистики. Описание эксперимента выглядит таким образом. Представим себе изолированную комнату, в которой находится Джон Сёрл, который не знает ни одного китайского иероглифа. Однако у него есть записанные в книге точные инструкции по манипуляции иероглифами вида. Возьмите такой-то иероглиф из корзинки номер один и поместите его рядом с таким-то иероглифом из корзинки номер два. Но в этих инструкциях отсутствует информация о значении этих иероглифов, и Сёрл просто следует этим инструкциям, подобно компьютеру. Наблюдатель, знающий китайские иероглифы, через чей передает в комнату иероглифы с вопросами, а на выходе ожидает получить осознанный ответ. Инструкция же составлена таким образом, что после применения всех шагов к иероглифам вопроса они преобразуются в иероглифы ответа. Фактически инструкция – это подобие компьютерного алгоритма, а Сёрл исполняет алгоритм так же, как его исполнил бы компьютер. В такой ситуации наблюдатель может отправить в комнату любой осмысленный вопрос, например, какой цвет вам больше всего нравится, и получить на него осмысленный ответ, например, синий, как при разговоре с человеком, который свободно владеет китайской письменностью. При этом сам Сёрл не имеет никакие знания об иероглифах и не может научиться ими пользоваться, поскольку не может узнать значение даже одного символа. Сёрл не понимает ни изначального вопроса, ни ответа, который сам составил. Наблюдатель, в свою очередь, может быть уверен, что в комнате находится человек, который знает и понимает иероглифы. Таким образом, Сёрл заключает, что хотя такая система и может пройти тест Тьюринга, но при этом никакого понимания языка внутри системы не происходит, а значит, тест Тьюринга не является адекватной проверкой мыслительных способностей. Доводы Сёрла направлены на критику позиции так называемого сильного искусственного интеллекта, согласно которой компьютеры с соответствующей программой на самом деле могут понимать естественный язык, а также обладать другими ментальными способностями, свойственными людям. Гипотеза слабого искусственного интеллекта, напротив, говорит лишь о том, что компьютеры способны имитировать ментальные способности человека, поэтому Сёрла о ней не интересует. Формально аргументацию можно представить так. Если гипотеза сильного искусственного интеллекта верна, тогда существует такая программа для китайской письменности, при запуске которой в учлительной системе эта система будет понимать китайскую письменность. Я могу исполнить программу для китайской письменности без понимания этой письменности. Следовательно, гипотеза сильного искусственного интеллекта не верна. Второй пункт обосновывается мысленным экспериментом китайской комнаты. Вывод говорит о том, что запуск такой программы не ведет к пониманию языка. Более общий вывод Сёрла говорит о том, что любые манипуляции с синтаксическими конструкциями не могут приводить к пониманию. Спор на тему, реальное ли создание машины, которая превосходила бы возможности человеческого мышления со всеми его особенностями и нюансами – вопрос скорее философский. Научиться имитировать технически можно со временем все что угодно и на любом уровне качества, никак не отличимым от возможностей человека, а следовательно и превзойти его. Но тут есть два тонких момента. Первый – будет ли эта машина машиной или уже нет? И второй – если сам человек будет стоять на месте и даже понемногу деградировать, как это происходит сейчас, то машине обойти среднего Homo sapiens будет совсем не так сложно. Вспомнен тест Тьюринга. Компьютер можно считать разумным, если он способен заставить нас поверить, что мы имеем дело не с машиной, а с человеком. Но следует учитывать расплывчатость условий теста. Неплохо бы уточнить, с кем будем сравнивать и по какой тематике – с интеллектуальной элитой или с любителем пива и телевизора, и кто будет сравнивать. Если другой любитель пива, то можно считать, что искусственный интеллект уже за углом. Тьюрингу и его тесту противостоит Джон Сёрлу со своим мысленным экспериментом китайской комнаты, выводом которого является, что хотя система чат-бота и может пройти тест Тьюринга, при этом никакого понимания языка внутри системы не происходит, а значит тест Тьюринга не является адекватной проверкой мыслительных способностей. Пока же наша цивилизация попадает во все большую зависимость от ею же создаваемой техники, для которой всегда существует возможность ошибки или сбоя, способных оказаться губительными для человечества. Приходится признать, что такова уж особенность нашей культуры. Любой этап развития – это шаг к новому уровню технологий. Освоение каменных орудий и огня тоже имело не только плюсы, но и минусы. Прогресс – нечто вроде наркотика, и чем дальше, тем зависимость от его дорог только растет. Во многих отношениях люди уже сегодня зависят от технологий целиком и полностью. Мы все больше врастаем в них, а они в нас. Отключается электричество в Нью-Йорке или Москве, начинается конец света. Почему отключилось, компьютер подвел? Сегодня мы даже от не очень сложных своих компьютеров зависим иногда до беспомощности, а ведь у них интеллекта пока еще несравнимо меньше даже, чем у кошки. Если управление нашим будущим будет переходить к тому искусственному интеллекту, который за углом, то о такой перспективе и думать страшно. Добравшись до 21 века, мы выстроили глобальную цивилизацию, все больше похожую на минное поле. Новые технологии, порождаемые ею направо и налево, в основном из чисто тактических соображений, вырастают до факторов апокалиптического масштаба, представляющего угрозу самому существованию человечества. На этот самоубийственный вектор технического прогресса накладывается экспоненциально растущее разрушительное воздействие мировых СМИ, работающих как всеобщий галлюциноген. Это умножающаяся подмена реальности виртуальностью способна понизить IQ ноу-сферы до такой степени, что она не сможет справляться с вырастущим разнообразием потенциально смертельных факторов, и какой-то из них, а то и весь букет разом, сработает так, что дальше экспериментировать с цивилизацией будет некому и нечем. Чат-бот или виртуальный собеседник – общее наименование программы-интерфейса, обеспечивающей автоматическое онлайн-общение системы искусственного интеллекта с пользователем, который ведется с помощью текста или голоса. Чат-жи-пяти – чат-бот, разработанный компанией OpenAI для своей системы искусственного интеллекта. Каждый чат-бот ведет коммуникацию от лица компании или бренда с целью упростить онлайн-общение, предоставить актуальную информацию в наиболее оперативные сроки, используется как альтернатива переписке с живым оператором или звонку-менеджеру компании. Одним из первых виртуальных собеседников была программа «Элиза», созданная в 1966 году Джозефом Гейтсенбаумом. «Элиза» пародировала речевое поведение психотерапевта, реализуя технику активного слушания, переспрашивая пользователя и используя фразы типа «пожалуйста, продолжайте». Предполагается, что идеальная программа «Собеседник» должна пройти тест Тьюринга. Проводятся ежегодные конкурсы программ собеседников, в основном англоязычных, один из самых известных – конкурс Лебнера. В своей работе чат-боты опираются на языковые модели, и их способности зависят от мощности этих моделей. Языковая модель – это распределение вероятностей по последовательностям слов. Языковые модели генерируют вероятности путем обучения на корпусе текста, на одном или нескольких языках, учитывая, что языки могут использоваться для выражения огромного множества верных предложений, так называемая цифровая бесконечность. Языковое моделирование сталкивается с проблемой задания ненулевых вероятностей лингвистически верным последовательностям, которые могут никогда не встретиться в обучающих данных. Увеличение технологических возможностей привело, примерно с 2018 года, к созданию больших языковых моделей. Большие языковые модели состоят из нейронной сети со множеством параметров, обычно миллиарды весовых коэффициентов и более, обученной на большом количестве неразмеченного текста. Появление больших языковых моделей позволило сместить фокус исследований обработки естественного языка с парадигмой обучения специализированных контролируемых моделей для конкретных задач к моделям общего назначения, которые превосходно справляются с широким спектром задач в отличие от обучения одной конкретной задачи. Несмотря на обучение на простых задачах, таких как предсказание следующего слова в предложении, нейронные языковые модели с достаточным обучением и по счетам параметров охватывают большую часть синтаксиса и семантики человеческого языка. Большие языковые модели уже сегодня демонстрируют значительные общие знания о мире и способны запоминать большое количество фактов во время обучения. Безусловно, огромная память и скорость реакций по отправке ответного текста чат-ботов, имеющих в своем распоряжении тексты от Аристотеля до мыслителей наших дней на любую тему, производят сильное впечатление на подавляющее число пользователей. Но по-прежнему действующие чат-боты относятся к системам слабого искусственного интеллекта, если следовать критериям китайской комнаты. На следующем слайде показаны этапы эволюции чат-ботов, сценарных, осуществляющих распознавание интернет-ресурсов, диалоговые в настоящее время и консультирующие в верхней точке. Всемогущий чат GPT – очередная страшилка или реальная угроза для сутен профессий. Новый искусственный интеллект чат GPT навел немало шороху среди людей, чьи профессии связаны с текстами, разработкой и другой занятостью, диджитал-индустрией. Причина – чат GPT умеет писать тексты за копирайтером, выстраивать рабочие схемы и просчитывать разные сценарии за контент и project manager, создавать коды за разработчиков и много всего другого. Возможности и подкованность чата GPT настолько впечатляют, что в сети уже не спорят о том, насколько он хорош, пользователи делают ставки, сколько искусственного интеллекта потребуется времени, чтобы вытеснить людей с рабочих мест. Чат-бот, которым на все твои вопросы, любые, отвечает искусственный интеллект. Этот чат-бот разработали в 2022 году компанией OpenAI, один из основателей которой – Илон Маск. Чат-бот поддерживает большинство существующих языков, поэтому способен вести диалог с людьми из разных стран. Русскоязычные пользователи, которые уже протестировали чат GPT, отмечают, что ответы искусственного интеллекта на его родном английском языке все же более полные и развернутые. На русском программа отвечает коротко, а иногда даже односложно. Придется задавать ряд уточняющих вопросов, чтобы получить полную картину по своей теме. Также чат-бот не пропускает данные, которые вводят в заблуждение. Это помогает сделать вшитые в его память справочные страницы информация об интернет-феноменах и языках программирования. Работу чат-бота оттачивали люди-тренеры. Они улучшали производительность и достоверность программы. Вот еще две особенности чата GPT. которые отличают его от других чат-ботов. GPT отслеживает состояние пользователя, запоминает вопросы, которые собеседник задавал ранее в этой же беседе. GPT умеет модерировать, то есть фильтровать потенциально неприемлемые запросы. В том числе чат не отвечает на вопросы, которые подразумевают оскорбительные ответы. Когда GPT только выпустили, первыми его протестировали журналист издания Guardian, Саманта Лук и технический писатель Дэн Гилмор. Они заявили, что тексты на заданные темы, которые им написал чат, выглядели очень достойны. По словам Гилмора, такой результат взволновал его и заставил задуматься. Однако, не все так идеально. Есть у этой практически непогрешивой машины минусы, которые дают надежду, что не все так плохо, что интеллектуальный труд людей все еще важен. Минусы чата, которые не так-то легко увидеть. Распознавать ложь, которая может проскальзывать в ответах, способен только человек, хорошо разбирающийся в теме. Остальным советом – не верить слепой информации бота и перепроверять ее, если появились сомнения. Программа, хотя и сильная, но все же это машина, у которой есть свои нюансы в разработке. У чата есть алгоритмическая предвзятость. Это значит, что если ему задавать расплывчатые вопросы или давать аналогичные формулировки, чат выдаст предвзятый ответ. Например, так произошло, когда бот спросили, кто такой генеральный директор. Программа заявила, что это белый мужчина. Несмотря на то, что чат-бот хорошо подхватывает тему и не забывает о важных аспектах, которые иногда у человека выпадают из фокуса, чтобы избежать такого, чат надо подталкивать наводящими вопросами. Это значит, что человеку, который ведет диалог с ботом, нужно понимать, какой результат от этого взаимодействия он хочет получить, иначе программа уведет его по ложному следу. Перечисленные минусы подводят к очередной ключевой мысли. Пользователю без экспертных знаний будет сложно отличить годную информацию от складно-сгенерированной ерунды. Так стоит ли бояться искусственного интеллекта? Ну, опасаться точно нужно. Причем важно, чтобы опасение подталкивало на улучшение личной базы знаний и профессиональных скиллов, а не просто загоняло в страх. Потому что чат GPT, хотя и сильная программа, которую многие уже успели захвалить, но пока находится на уровне начинающих специалистов. Это значит, что тексты, коды, разработки проектов, которые выдает бот, соответствуют хорошим, но самым простым аналогам, созданным человеком. Естественно, по минимальной цене. Поэтому, кому чат GPT точно угрожает, так это не профессионал. Те, кто не думает о задаче своей работы, о том, какие проблемы заказчиков их продукт должен решать, не вникает в суть, не прокачивает свои знания. В общем, тем, кто делает акцент на количество, а не на качество. Таких исполнителей искусственный интеллект с рынка вытеснит в ближайшее время. В сравнении с ними программа выигрывает. Она выдает работу такого же качества, но при этом не требует перерыва на обед, сон и не берет отпуск. Плюс у нее еще и профессионального выгорания из-за нон-стоп-писанины не будет. Следует, однако, понимать, что в рамках рекламных кампаний и битвы за деньги, новости в этой области наделяют искусственный интеллект излишней субъектностью и когнитивностью. Технический директор в области машинного обучения и обработки естественного языка компании Google, Реймонд Курцвейл, ввел понятие сингулярности. Курцвейл, ученик Марвина Минского, доработав компанией Google, стал известен как создатель первого синтезатора речи и одного из лучших в мире музыкальных синтезаторов. Сингулярность – такой период будущего, когда скорость технологических изменений станет столь высока, а их влияние будет столь сильно, что человеческая жизнь необратимо изменится. По мнению Курцвейла, этим событием станет достижение искусственным интеллектом превосходства перед человеческим разумом. С достижением этого результата он рассчитывает на технологию обратного проектирования мозга. По его расчетам, это можно будет осуществить, когда компьютер достигнет мощности человеческого мозга – 10 в 16 степени вычислений в секунду. На базе такого компьютера, по мнению Курцвейла, можно будет создать ультраразумную машину, которая сможет конструировать еще более совершенные машины и так далее, до достижения интеллектуального взрыва, оставляющего человеческий разум далеко позади. График периода сингулярности можно видеть в левом нижнем углу слайда, в виде почти вертикальной линии графика. Нужно отметить, что в своих расчетах Курцвейл опирался на закон Мура, связанный со скоростью развития технологий, позволяющих удваивать быстродействие выпускаемых процессоров ежегодно. График, показывающий эту зависимость и закономерность, пока она действовала, показан в левом верхнем углу слайда. К разочарованию Курцвейла и его сторонников в начале этого века закон Мура перестал действовать, поскольку возможности кремниевой основы для изготовления микросхем оказались исчерпанными, достигнув предельной толщины стенки между слоями в один атом. Теперь основные надежды на возобновление стремительного роста производительности процессоров связаны с квантовыми процессами. При организации процесса обратного проектирования мозга необходимо достаточно хорошо разбираться в его устройстве, чтобы его скопировать, или хотя бы использовать основные принципы работы мозга, чтобы воссоздать его разум на компьютере. Сложность мозга в основном определяется его взаимодействиями со сложным миром. Следовательно, необходимо будет обеспечить искусственный разум образованием. Но Курцвейл надеется, что быстродействие искусственного интеллекта позволит вместо долгих лет провести обучение очень быстро, поскольку электроника обрабатывает информацию в миллионы раз быстрее, чем электрохимическая нервная система человека. Такая скорость продемонстрирована в сцене фильма «Пятый элемент», когда на постижение всего опыта человечества искусственному интеллекту в образе Лилу хватает нескольких часов, выкачивая данные, подсоединившись к информационному каналу. Но ведь это фантастика из кино. Курцвейл говорит, мы не станем программировать человеческий разум связь за связью, как гигантскую экспертную систему. Сразу сконструируем сложную иерархию самоорганизующихся систем, основанную в основном на обратном проектировании. Курцвейл утверждает, что это должно произойти достаточно быстро. История покажет, что значит достаточно быстро. Посмотрим внимательно на фотографию на слайде. Что мы видим? Женщина гладит собаку. Военнослужащие гладит собаку. Военнослужащие, которое только что вернулось с войны, встречает собака, а рядом лежат цветы. Летает воздушный шарик с надписью «Добро пожаловать домой». На лице военнослужащей написаны сложные чувства. Собака радостно виляет хвостом. Когда был сделан этот снимок? Скорее всего, в последние 20 лет. Где он был сделан? Вероятно, в аэропорту. Почему военнослужащий гладит собаку? Вероятно, она была в длительной командировке, повидала многое, и хорошее, и плохое. Очень скучала по своей собаке и теперь рада вернуться домой. Возможно, собака символизирует все, что для нее есть дом. Что случилось до того, как был сделан этот снимок? Вероятно, военнослужащая вышла из самолета и прошла через зону безопасности аэропорта, в зал прилетов, где собрались встречающие. Ее друзья и близкие обняли ее, подарили ей цветы и шарик, а потом отпустили собачий поводок. Собака подскочила к военнослужащей, которая положила на пол все, что держала в руках, и опустилась на колени, осторожно прижав веревочку от шарика ногой, чтобы он не улетел. Что произойдет дальше? Вероятно, она поднимется на ноги, возможно, вытрет слезы, поднимет с пола цвета и шарик, и ноутбук, возьмет в руку поводок, а потом вместе с собакой, друзьями и близкими пойдет к выходу из аэропорта. Если смотреть на эту фотографию на самом базовом уровне, то это будут чернильные точки на бумаге или пиксели на экране. Наши глаза и мозг принимают эту целую информацию и за несколько секунд каким-то образом превращают ее в подробную историю, в которой описываются люди, предметы, отношения, места, чувства, мотивы, а также прошлое и будущее действия. Мы смотрим, видим и понимаем. Более того, мы знаем, на что не стоит обращать внимание. Мы не включаем в истории множество видимых на фотографии деталей, которые не имеют для нее значения. Узор ковра, висящие ремни на рюкзаке военнослужащих, заколки у нее в волосах, пристегнутые к лямке рюкзака свисток. Мы, люди, обрабатываем огромный объем информации почти мгновенно, но практически или совершенно не сознаем, что и как мы делаем. Обработка зрительной информации на разных уровнях абстракции главенствует в нашем мозге. Способность описывать фотографию или идущую в прямом эфире трансляцию, таким образом, станет одним из первых навыков, которых мы будем ждать от сильного искусственного интеллекта человеческого уровня. На заре искусственного интеллекта казалось, что научить компьютеры понимать визуальные данные относительно нетрудно. Марвин Минский поставил первокурснику задачу на лето – подключить телекамеру к компьютеру и научить машину описывать то, что она видит. Студенту не удалось добиться значительных результатов, и эта задача остается нерешенной до настоящего времени. Зрение и умение смотреть и умение видеть оказалось одной из самых сложных и простых вещей. Зрение и умение. Как правило, распознавание объектов, которые легко даются человеку, сложно для компьютера. Рассмотрим на конкретных примерах. Допустим, требуется научить компьютерную программу распознавать собак на фотографиях. На текущем слайде показаны примеры, которые вызовут сложности решения этой задачи. Если на входе программа получает просто набор пикселей изображения, то в первую очередь ей необходимо понять, где среди них собачьи пиксели, а где не собачьи, например, пиксели фона, теней других объектов. Более того, разные собаки выглядят по-разному. У них разные окрасы, формы и размеры. Они могут смотреть в разных направлениях. Освещенность на изображениях может значительно различаться. Собаку могут частично перекрывать другие предметы, например, решетки люди. Собачьи пиксели могут сильно напоминать кошачьи и вообще звериные. При определенном освещении даже облако на небе может быть очень похоже на собаку. Машинное обучение – это вид компьютерных алгоритмов, в которых алгоритм учится решать задачу. Пример алгоритма машинного обучения – классификация фотографий с кошками и собаками. Если нейронной сети дать тысячи таких фотографий, ругать за ошибки и поощрять за правильный ответ, то в какой-то момент она научится правильно классифицировать их. Невероятный прорыв в распознавании объектов на изображениях случился в 2010-х годах и был связан переходом от машинного обучения к глубокому обучению. Глубоким обучением называют методы тренировки глубоких нейронных сетей, то есть нейронных сетей, имеющих более одного скрытого слоя. Скрытым слоем называются слои, расположенные между входным и выходным слоями. Слово «глубокий» в термине «глубокое обучение» не описывает сложность того, к чему учится система, а относится только к глубине слоев тренируемой сети. Исследователи отметили, что структура самых успешных глубоких сетей копирует части зрительной системы мозга, тогда как традиционные многослойные нейронные сети, хотя и создавались с оглядкой на мозг, но по структуре совсем на него не походили. Нейронные сети, связанные с системой глубокого обучения, напротив, непосредственно смоделированы на основе открытия нейробиологии. Нейробиологи Дэвид Хьюбелл и Торсон Визель в течение нескольких десятилетий изучали иерархическую организацию системы кошек и приматов, включая человека, и вопрос, каким образом зрительная система преобразует свет, падающий на сетчатку, в информацию об окружающей обстановке. За результаты своих исследований Хьюбелл и Визель получили в 1981 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие, касающееся принцип переработки информации в нейронных структурах. Когда наши глаза фокусируются на сцене, они получают световые волны различной длины, которые отражаются от объектов и поверхностей сцены. Попадая в глаза, свет активирует клетки на каждой сетчатке, которая по сути представляет собой нейронную сеть в задней части глаза. Эти нейроны с помощью зрительных нервов сообщают о своей активации мозгу и в итоге активируют нейроны зрительной коры, которая находится в затылочной части головы. Зрительная кора состоит из иерархически организованных слоев нейронов. Нейроны каждого слоя сообщают о своей активации нейронам следующего слоя. Хьюбелла и Визель обнаружили, что нейроны разных слоев этой иерархии служат детекторами, которые реагируют на все более сложные особенности визуальной сцены, как показано в нижней части слайда. Открытие Хьюбелла и Визеля вдохновили японского инженера Кунихико Фукусиму, который в 1970-х годах создал одну из первых глубоких нейронных сетей, названную когнетроном, на создание его новой варианции неокогнетрона. В своих статьях Фукусимов сообщал об успехе в тренировке неокогнетрона для распознавания рукописных цифр, но методы обучения, которые он использовал, не подходили для более сложных задач. Но неокогнетрон стал отправной точкой для создания вариаций глубоких нейронных сетей, включая используемые сегодня сверточные нейронные сети. Рассмотрим принцип работы сверточных нейронных сетей, чтобы понять, на каком этапе находится компьютерное зрение и многие другие направления искусственного интеллекта, и каковы их ограничения. Сверточные нейронные сети, направленные на распознавание объектов, сконструированы с учетом открытия Хьюбела и Визеля об устройстве зрительной системы мозга. Зрительная кора состоит из многих иерархически организованных слоев нейронов. Нейроны каждого слоя сообщают о своей активации нейронам следующего слоя. При этом нейроны каждого следующего слоя реагируют на все более сложные особенности визуальной сцены, все более точно определяя ее. Первые слои определяют границы объектов, а последующие – целые объекты или конкретные лица. На слайде с стрелками слева направо обозначен восходящий поток информации – прямая связь с переходом от первичных слоев к более глубоким. Нужно отметить, что в зрительной коре наблюдается также и нисходящий поток информации – обратная связь от глубоких слоев к вербичным. Причем число обратных связей на порядок превышает число прямых. Нейробиологи плохо понимают роль этих обратных связей, хотя установлено, что накопленные знания и ожидания, предположительно хранящиеся в более глубоких слоях мозга, оказывают существенное влияние на наше восприятие. Как иерархическая структура с прямой связью в человеческом мозге, сверточная нейронная сеть состоит из последовательно расположенных слоев искусственных нейронов, называемых ячейками. Ячейки каждого слоя предоставляют входной сигнал следующему слою. В качестве иллюстрации на слайде представлена сверточная нейронная сеть с четырьмя слоями и модулем классификации, которая может быть натренирована на распознавание кошек и собак. Четыре слоя сети, представленные на слайде, называются сверточными, поскольку каждый из них осуществляет свертку предыдущего, а первый слой осуществляет свертку входного изображения. Получая на входе изображение, каждый слой последовательно выполняет вычисления и на последнем четвертом слое сеть формирует набор карты активации для относительно сложных признаков. К ним могут относиться глаза, форма лап, форма хвостов и другие признаки, которые сеть сочла значимыми для классификации распознаваемых в процессе тренировки объекта, в нашем случае кошек и собак. На этом этапе информация передается в модуль классификации, который на основании этих признаков определяет, какой объект из двух видов изображен на картинке, загруженной на входе. В качестве модуля классификации используется традиционная нейронная сеть. Входными сигналами для модуля классификации служат карты активации, составленные самым глубоким слоем свертки. На выходе модуль дает процентные значения по одному для каждой возможной категории, оценивая уверенность сети в том, что объект на входном изображении относится к конкретной категории, в нашем случае к кошкам или собакам. Рассмотрим механизм обучения нашей сверточной нейронной сети определять, кошка или собака, запечатлена на конкретном изображении. Сначала необходимо набрать большое количество примеров изображений кошек и собак, которые войдут в тренировочное множество. Также нужно присвоить каждому изображению метку – собака или кошка. Сначала программа присвоит случайные значения всем весам в сети. В ходе тренировки все изображения по одному загружаются в нейросеть, которая, выполняя свои послойные вычисления, выдает на выходе процент уверенности для категории собака и кошка. В этой части сети по каждому изображению будут сравниваться с верными значениями метки. Для каждого изображения тренируемая программа будет сравнивать выходные сигналы с верными значениями. Так, если на изображении собака, то уверенность для категории собака должна составлять 100%, а для категории кошка – 0%. Затем тренируемая программа, используя алгоритм обратного распространения ошибки, будет незначительно корректировать веса в сети, чтобы в следующий раз, при классификации этого изображения, показатели уверенности были все ближе к верным значениям. Выполнение этой процедуры – ввод изображения, вычисление ошибки на выходе, коррекция весов для всех изображений из тренировочного множества – называется эпохой тренировки. Тренировка сверточной нейронной сети требует множества эпох, в каждой из которых сеть снова и снова обрабатывает каждое изображение. Сначала сеть очень плохо распознает собак и кошек, но постепенно, корректируя веса на протяжении многих эпох, она начинает справляться с задачей все лучше. Наконец, в какой-то момент сеть сходится, ее веса перестают сильно изменяться от эпохи к эпохе, и она, в принципе, очень хорошо распознает собак и кошек на изображениях из тренировочного множества. Но мы не узнаем, хорошо ли сеть в целом справляется с этой задачей, пока не проверим, может ли она применять все то, чему научилась, к изображениям, не входившим в тренировочное множество. Программисты не ориентируют сверточные нейронные сети на выявление конкретных признаков, но при тренировке на больших множествах настоящих фотографий, они выстраивают иерархию детекторов, подобную той, которую Фьюбелл и Визель обнаружили в зрительной системе мозга. Изобретатель сверточных нейронных сетей Ян Ликун всю жизнь работал над нейронными сетями, начав еще в 80-х годах XX века. Во время аспирантуры он восхищался перцитронами Розенблата и неокогнетроном Фукусимы, отметив, что последнему не хватает хорошего алгоритма обучения с учителем. Вместе со своим научным руководителем, Джеффри Хинтоном, Ликун принял участие в разработке метода обратного распространения ошибки, который сегодня используется в сверточных нейронных сетях. Работая в лабораториях Белла в 1980-х и в 1990-х годах, Ликун обратился к проблеме распознавания рукописных цифр и букв. Совместив идеи неокогнетрона с алгоритмом обратного распространения ошибки, он создал Леонет, одну из первых сверточных нейронных сетей. Способности Леонет к распознаванию рукописных цифр принесли и коммерческий успех. В 1990-х и 2000-х годах в почтовой службе Соединенных Штатов Леонет использовали для автоматизированного распознавания индексов, а в банковской сфере – для автоматизированной обработки чеков. Леонет не справилась с переходом на следующий уровень для решения более сложных зрительных задач. Ликун, Хинтон и другие сторонники нейронных сетей полагали, что их усовершенствование более масштабной вариации глубоких сетей сумеет завоевать сферу компьютерного зрения, если предоставить им достаточный объем тренировочных данных. Их усилия принесли успех, и в 2012 году их разработка победила в соревновании по компьютерному зрению на базе данных изображений ImageNet. В сфере зрительного распознавания объектов давно проводятся ежегодные конкурсы, которые помогают специалистам определить, чья программа справляется с задачей лучше всего. На каждом соревновании используются эталонные данные, куда входят фотографии с присвоенными людьми метками, описывающими объекты на снимках. В 2005-2010 годах самым престижным был ежегодный конкурс Pascal Visual Object Classes – классификация визуальных объектов. Набор данных которого к 2010 году включал около 15 тысяч фотографий, загруженных с фотохостинга Flickr, с присвоенными людьми метками для 20 категорий объектов, такими как человек, собака, лошадь, овца, автомобиль, велосипед, диван и цветок в горшке. В ралках этого соревнования классификации соперничали программы компьютерного зрения, которые брали фотографию в качестве входного сигнала, не видя присвоенную ей человеком метку, и на выходе определяли, для каждой из 20 категорий присутствует ли на изображении относящийся к ней объект. Конкурс проходил следующим образом. Организаторы разбивали всю массу фотографий на тренировочное множество, которое участники могли использовать для обучения своих программ, и тестовое множество, которое не представлялось участникам и использовалось для оценки работы программ с незнакомыми изображениями. Перед конкурсом тренировочное множество размещалось в интернете, а в ходе соревнований исследователи представляли на суд свои обученные программы, которые сдавали экзамен на секретном тестовом множестве. Победителям признавалась программа, показавшая самую высокую точность при распознавании объектов на изображениях тестового множества. Ежегодные конкурсы «Паскаль» привлекали большое внимание и стимулировали исследования в сфере распознавания объектов. С годами программы участницы постепенно совершенствовались. Любопытно, что сложнее всего им было распознавать цветы в горшках. Однако некоторые исследователи полагали, что эталонные данные «Паскаль» в некотором роде сдерживают развитие компьютерного зрения. Участники уделяли слишком много внимания конкретным 20 категориям объектов, классификация по которым проходила в рамках конкурса, и не создавали системы, способные работать с огромным количеством категорий объектов, распознаваемых людьми. Более того, в наборе данных не хватало фотографий, чтобы представленные на соревновании программы могли узнать все возможные вариации внешнего вида объектов и научиться обобщать. Чтобы двигаться вперед в машинном обучении, необходимо было создать новые эталонные данные, в которые вошло бы в гораздо больше категорий и фотографий. Решением явился проект ImageNet по созданию и сопровождению огромной базы данных, аннотированных изображений, предназначенная для отработки и тестирования методов распознавания образов и машинного зрения. Молодая специалистка по компьютерному зрению из Принстона, Фэй Фэй Ли, задалась идеей создания базы данных изображений, структурированную определенным образом, где каждое существительное будет связано с большим количеством изображений, содержащих примеры объектов, обозначенных им. Существительные выстроены в иерархическом порядке, от самых специфических к самым общим, с группировкой синонимов. Ли с коллегами приступили к сбору огромного количества изображений, используя поисковые системы. Однако выдачи при поиске по картинкам далеки от идеала. Например, если написать в строке поиска по картинкам яблоко, вам предложат не только яблоки, но и продукты фирмы Apple и свечи в форме яблок, бутылки яблочного вина и другие, не относящиеся прямо к теме предметов. В связи с этим пришлось привлечь людей, чтобы они определили, какие изображения не иллюстрируют заданное существительное и удалили их из базы. Сначала этим в основном занимались студенты. Работа шла ужасно медленно и требовала большого напряжения сил. Вскоре Ли поняла, что при такой скорости на решение задачи уйдет около 90 лет. Поиск возможных способов автоматизации этой работы не мог дать результатов, поскольку именно эта задача и не была подвластна компьютерам. Ли случайно наткнулась на сайт под необычным названием «Механический турок», который обеспечил проект необходимыми человеческими ресурсами. Платформа «Механический турок» представляет собой рынок труда, который требует человеческого разума. На платформе заказчики, то есть люди, у которых есть задачи, не подходящие для компьютеров, находят работников, готовых за небольшую плату использовать свой разум для выполнения задачи заказчиков. В нашем случае присваивать метки объектам на фотографиях, получая по 10 центов за фотографию. Имея сотни тысяч зарегистрированных работников со всего мира, «Механический турок» воплощают максимум Марвела Минского. Простые вещи делать сложно, ведь работников привлекают к выполнению простых задач, которые пока слишком сложны для компьютера. Названием «Механический турок» платформа обязана знаменитой мистификации искусственного интеллекта XVIII века. Так называли шахматную разумную машину, в которой прятался человек, делавший ходы за куклу, одетую в турецкие одежды. На розыгрыш купились многие видные люди того времени, включая Наполеона Бонапарта. Фей Фей Ли поняла, что если ее группа оплатит работу десяткам тысяч участников платформы по удалению несоответствующих изображений для каждой из меток, то при относительно небольших затратах весь набор данных можно будет обработать за несколько лет. Всего за два года было обработано более трех миллионов изображений базы данных ImageNet. В 2010 году проект ImageNet провел первый конкурс ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge – конкурс по широкомасштабному распознаванию образов в ImageNet, с целью подстегнуть развитие более общих алгоритмов распознавания объектов. В нем приняли участие 35 программ, созданных исследователями компьютерного зрения из научных организаций и технологических компаний всего мира, Участникам соревнований выдали размеченные тренировочные изображения – 1 миллион 200 тысяч фотографий и список возможных категорий. Натренированные программы должны были выдавать верную категорию для каждого входного изображения. Если в конкурсе Pascal было всего 20 возможных категорий, то в состязании ImageNet их количество возросло до тысячи. Тысяча категорий, выбранные организаторами, представляют собой внешне случайный набор терминов, в диапазоне от знакомых и непримечательных – лимон, замок, рояль, до менее распространенных – виадук, ракоршельник, метроном и совсем редких – шотландский дирхаунд, камнешарка, мартышка-гусар. На долю редких животных и растений приходится около десятой части целевых категорий. На одних фотографиях представлен лишь один объект, а на других много объектов, включая верный. Из-за этой неоднозначности программа выдает для каждого изображения пять категорий, и если среди них оказывается верно, то считается, что программа справилась с задачей. Такая степень точности называется ТОП-5. Победившая в 2010 году программа использовала так называемый метод опорных векторов, передовой в то время алгоритм распознавания изображений, который применял сложную математику, чтобы учиться присваивать категории входным изображениям. При точности ТОП-5 эта программа верно классифицировала 72% из 150 тысяч тестовых изображений. Неплохо, но это значит, что даже выдавая по пять категорий на изображение, программа ошиблась при классификации более 40 тысяч тестовых изображений. В 2012 году на соревновании ImageNet победившая программа справилась с классификацией целых 85% изображений. Всех поразил такой скачок в точности. Победившая программа не использовала метод опорных векторов, а представляла собой сверточную нейронную сеть. Эта сеть получила название AlexNet в честь своего главного создателя, Алекса Крижевского, который в то время учился в аспирантуре университета Торонто под руководством специалиста по нейронным сетям Джеффри Хинтона. Крижевский создал более масштабную версию Леонет Лекуна из 1990-х годов. Тренировка такой большой сети стала возможной благодаря возросшим вычислительным мощностям. В AlexNet было 8 слоев и около 60 миллионов весов, значения которых определялись методом обратного распространения ошибки при использовании более миллиона тренировочных изображений. Группа из Торонто разработала хитроумные методы, чтобы усовершенствовать процесс тренировки сети, и примерно за неделю кластер мощных компьютеров натренировал AlexNet. Группа Джеффри Хинтона также продемонстрировала, что глубокие нейронные сети, натренированные на огромных объемах размеченных данных, справлялись с распознаванием речи гораздо лучше, чем другие программы, доступные в то время. Через год маленькую компанию, основанную Хинтоном, купила Google. Это приобретение мгновенно вывело Google в авангард глубокого обучения. Глубокое обучение в одночасье стало главным направлением исследований, и его знание гарантировало специалистам по компьютерным наукам высокие зарплаты. Ежегодный конкурс ImageNet начал широко освещаться в прессе и быстро превратился из дружеского состязания ученых в спарринг технологических компаний, коммерциализирующих компьютерное зрение. Субтитры создавал DimaTorzok